Всем привет, меня зовут Виталий, вы на канале Агроном Агросайт и это заключительное видео по теме азотного питания. Уже было 5 серий, кто не смотрел, пересмотрите. В этой серии мы рассмотрим формы азота в азотных удобрениях, в основных распространенных, и стратегию применения их под культуру. Соответственно, давайте начнем с удобрений. Самое распространенное и популярное это аммиачная селитра. Вот ее международное обозначение. Оно содержит 34% процентное содержание азота в удобрениях, распишем. Дальше будет у нас карбомид или мочевина. 46% азота. Меня удивляет, в комментариях пишут его как только не называют. Карбомид, карбомид, хотя неужели так сложно написать правильно, карбомид. Или пишите мочевина. Значит, следующее удобрение это карбомида аммиачная смесь. 32% возьмем. И еще рассмотрим один вид удобрения, это сульфат аммония. 20% азота. Так вот, еще в одном комментарии было, что там как-то так написали. Чувак, там есть три формы азота, запомни это навсегда, на всю жизнь. А если я покажу вам четвертую форму азота, ничего страшного. Значит, первая форма нитрат, аммонийная форма, амидная форма, есть еще такая форма как аммиак. Это аммиачная вода или безводный аммиак, да, содержит азот в виде аммиака. Ну, это четвертая форма. Ну, это так, ради прикола я вам о ней рассказывать в этом видео не собираюсь. Здесь мы сделаем вывод по коэффициенту использования из удобрений. Мы смотрим распределение форм азота в азотных удобрениях. В аммиачной селитре это пополам, по 17% нитратной и аммонийной формы. В мочевине, в карбамиде, все 46% это амидная форма. В карбамидо-аммиачной смеси, в 32% это 8,8 и 16%. И сульфат аммонии это 100% в аммонийной форме, все 20%. Вот, значит, таким образом распределяются формы азота. Смотрим на эту картинку, которая блуждает по интернету. Все, в основном, все с ней знакомы. И о чем она нам говорит? Она нам говорит, что каждая форма переходит из одной в другую. И самая легко доступная форма это нитратная. Итак, к чему я это все? То есть, каждое удобрение имеет свой коэффициент использования из удобрений. Ну, при одинаковых условиях. Понятно, что этот коэффициент может варьироваться в очень широких пределах. Мы сейчас будем брать какой-то более-менее идеальный. То есть, если мы все правильно сделали, правильно применили и так далее. Вот, значит, при соотношении нитратной и аммонийной 1 к 1 мячной селитры коэффициент использования 70%. У мочевины. Мочевина проходит 3 этапа, попадая в почву именно. Я не говорю сейчас про листовое питание. Попадая в почву, она проходит 3 этапа преобразования. То есть, из аммидной в аммонийную, из аммонийной в нитратную. И надо понимать, что при каждой химической реакции, переходе, есть газообразные потери. То есть, из аммидной формы в аммонийную есть газообразные потери в виде аммиака. Из аммонийной формы в нитратную есть газообразные потери в виде заокси-окси азота. Вот. Соответственно, у карбамида коэффициент использования 50%. В связи с тем, что он проходит несколько этапов преобразования. Значит, у карбамида аммиачной смеси. Так как это смесь как карбамида, так и аммиачной селитры. У нее процент, коэффициент использования 60%. Ну и у сульфата аммония приблизительный коэффициент использования также 60%. Так как он в аммонийной форме и переходит в нитратную. Есть преобразование. Ну и я так подозреваю, что у всех у вас возникает вопрос. Так какое все-таки лучше всего из перечисленных удобрений? Да. Ну, лучшего не существует. Каждое из удобрений имеет свои риски потери азота. Даже аммиачной селитры есть риск потери промывания нитратной формы. Или затопление и процесс генитрификации улетучит у вас именно нитратную форму. Что не произойдет, допустим, с аммонийной формой. Которая сразу прикрепится в почвенопоглощающий комплекс. Также у мочевины, пока она в амидной форме находится, в первоначальной, она также может промыться. Почему? Ну, о стратегии мы чуть подальше поговорим. То есть и карбамидоамячная смесь. Вроде есть все три формы азота, но при этом очень мало именно легко усвояемой формы нитратной. И все говорят о более провонгированном действии. Хотя также она содержит амидную форму. Ну, в основном вся амидная перейдет в аммонийную. И это очень много именно аммонийной формы. Которая в больших концентрациях рядом с корневой системой. Она достаточно токсична для растения. И нежелательно ее там, туда, рядом с семенем располагать. Ну, и также необходимо обратить внимание на риск потери азота, который внесен в аммидной форме. Если он внесен на теплую прогретую почву, которая позволяет микроорганизмам выделять там ферменты уриазы. Которые будут превращать мочевину в аммонийную форму. Но при этом будут потери газообразные в виде аммиака. Поэтому для мочевины и для карбамидно-аммиачной смеси очень важна заделка, хотя бы минимальная, в почву. Если у вас почва прогретая. Если не прогретая, то как бы с осадками есть вероятность, что попадет это все корнеобитаемый слой. И преобразование пройдет без потерь. То есть, это тоже все необходимо учитывать. Ну, все это сложно, конечно. Лучшего удобрения не существует. Но есть нюанс в стратегии применения. А это именно он основан на агрохимическом анализе почвы. Вы должны знать, что у вас содержится. То есть, если это яровая культура, то что у вас содержится на старте, перед посевом яровой культуры. Если у вас озимая, то вам необходимо знать, сколько у вас нитратного азота, легко доступного, содержится при возобновлении вегетации. Когда почвенные процессы еще не разогнались. И для каждой зоны, конечно, свои градации. Ну, вот допустим, если вы знаете, там есть градация низкое содержание, среднее, повышенное и высокое. Вот если у вас низкое или среднее содержание, то вам необходимо применить азот с легко доступной формой нитратной. То есть, ну, допустим, там, если у вас меньше 10 миллиграмм на килограмм. То есть, у всех градации разные. Там, у Ставропольского края одна градация, у Сибири, там, Саратовской области другая градация. Это азот. То есть, на какую урожайность идет регион, в соответствии с этим у него и градации по азотному питанию. Итого, если у вас ниже среднего содержания, вам нужна аммиачная селитра. Она быстро подействует. То есть, нитратная форма быстро подействует. Аммонийная будет еще постепенно преобразовываться в нитратную. Ну, и часть аммонийная, конечно же, корнями, если вблизи корней вы это все применили, она корнями также будет потребляться. И если у вас, напротив, больше 10 миллиграмм на килограмм, ну, то есть, смотрите на градации вашего региона, то есть, это уже повышенное содержание, то вам нужен более пролонгированный эффект. Действительно, то тут лучше применить либо карбамид, либо карбамида-аммиачную смесь. Чтобы преобразование из формы в форму, оно прошло подольше, да, то есть, будет у вас наличие влаги, тепло у вас однозначно будет в период вегетации. Все будет зависеть от влаги. То есть, и вот это непостоянное наличие влаги, да, дождь пришел, влага потребляется, процессы идут. Оно вам даст более пролонгированный эффект и уменьшит риски потери азотного удобрения на старте. Скорее всего, за вот эти 6 серий я вас, может кто-то что-то понял, но я, скорее всего, многих из вас еще больше запутал. Потому что, ну, это реально очень сложная тема, азотное питание. И главная вещь в том, что азотное питание не будет работать без других лимитирующих факторов, да, других макроэлементов, особенно связка с фосфором. Да, в следующее видео я как раз хотел рассмотреть фосфорное питание, формулу расчета, методики и так далее. И без этих связок с мезоэлементами, там, с содержанием серы, да, в почве, с другими макроэлементами, там, с содержанием калия, главным лимитирующим фактором. Вот в этом году прям беда, я смотрю, здесь на юге засуха, главный лимитирующий фактор влага, да. То есть, это все необходимо понимать в комплексе, на что идти и сколько удобрений азотных при этом можно использовать. Поэтому следите, подписывайтесь, будет еще много очень интересных видео. Ставьте лайк, если понравилось, ну, или пишите комментарии, если что-то недопоняли. Всем пока!